Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Мекка для отдыха горожан. Глава Чуваши Михаил Игнатьев проинспектировал качество работ по реконструкции московской набережной в Чебоксарах. Визит царской особы в Мариинском посаде необычно отметили Акатуй. Многоголосая Россия. Чувашия встречает участников детского хора со всей России. Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева намерено заместить на рынке китайские мечи. Здесь реализуют программу инноваций. Сегодня о перспективах завода рассказали главе Чуваши. На заводе расписали поэтапную инвестиционную программу. В ближайших планах открытие цеха по выпуску обуви из полиуретана. Намерены развивать и производство резиновых мечей. Задача выход на зарубежные рынки. Сейчас Чебоксарскому заводу приходится по качеству конкурировать с китайцами. Сделать лучше – вот что лежит в основе новой программы технического перевооружения. Недавно здесь модернизировали комплексную лабораторию. Теперь в арсенале лаборантов – новейшие автоматические приборы. ПСХ – это аппарат для определения удельной поверхности. Есть даже старый аппарат, в котором висит гиря. И специально под гирю ставишь подвес и держишь две минуты. Но это необходимо для получения определенного состава, который в дальнейшем используется. На предприятии заботятся и о здоровье работников. Здесь продолжают модернизацию заводской поликлиники. Недавно заработал современный стоматологический кабинет. В ближайшее время врачи намерены провести диспансеризацию среди сотрудников и составить паспорта здоровья. Работники находятся в группе риска, так как постоянно сталкиваются с химическим производством. Глава региона отметил, что на заводе проводят эффективную социальную политику. После изучения эпидситуации на заводе стоматологического статуса мы уже привлечем врача-ортопеда, то есть для восстановления трачной жевательной эффективности. Подробнее о перспективных проектах Чапаевского завода расскажем в программе «Сделано в Чуваше». Она выйдет в эфир 26 июня в 20 часов 30 минут. Другим новостям. Досрочное прекращение полномочий главы города Чебоксары Ирины Клементьевой. Так звучал первый вопрос с повестки дня заседания городского собрания депутатов. Кто за то, чтобы досрочно прекратить полномочия главы города Чебоксары, председателя Чебоксарского городского собрания депутатов Клементьевой Ирины Силовны, по собственному желанию, с 19 июня 2017 года прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принимается. Единогласно за, а значит следующий вопрос с повестки дня. Кто будет исполнять обязанности главы города до тех пор, пока депутаты не выберут нового? Согласно уставу Чебоксары, это один из заместителей Николай Владимиров или Виктор Горбунов. Предлагаю исполнение обязанностей главы города возложить на или избрать на председателя постоянной комиссии по местному соуправлению депутатской этики с 2010 года и по настоящее время Владимиру Николаю Николаевичу. Против один, остальные за. Решение принято. Дальше заседание шло в привычном режиме. Депутаты уточнили городской бюджет на этот и следующий год, внесли изменения в схему рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов и выбрали нового почетного гражданина столицы Чувашии. Кандидатур было 8, познакомиться с биографией и проголосовать можно было на официальном сайте города. По результатам обсуждения, абсолютным большинством поддержана кандидатура Долгушина Ивана Ивановича. Иван Иванович, заслуженный работник промышленности, заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской республики. Чествовать нового почетного гражданина будут в августе, перед днем города. Ольга Пырочкина, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев вручил государственные премии деятелям науки и искусства республики. Кто получил высокие награды в репортаже Татьяны Леонтьевой. Это то, что перед собой видят пилоты вертолета Ми-35. Разработка чебоксарского предприятия Лара. Коллиматорный индикатор выводит все данные и параметры полета прямо на лобовое стекло. Пилоту не надо отвлекаться от закабинной обстановки, которая есть, и показания приборов не надо смотреть. Применены решения, которые позволяют читать необходимую информацию в условиях солнечной засветки, то есть на фоне солнца и в условиях ночного времени, в очках ночного видения. От разработки до испытаний опытных образцов всего два года. Уже в 2016-м оснащенные оптическими устройствами ЭЛАР и вертолеты поступили на службу. В звание лауреата государственной премии Чувашской республики команда изобретателей получила заслуженно. Впрочем, как и переводчица Зоя Филипова. Благодаря ей роман Федора Уяра-Близограмова нашел русскоговорящего читателя. Сначала были волнения и даже страх, потому что не каждый день мы получаем премии, тем более такую высокую. А у меня вообще не было никакой премии, признаюсь вам. Там награды-то, правда, были, а премия первая. Ну, сейчас уже вроде так, пожила. Очень благодарна. Лауреатами также стала группа научных сотрудников, которые разработали археологическую карту Чувашии. Государственной премии за достижения в различных областях в республике вручают уже 23 года. За это время ее обладателями стали более 130 человек. Талант и трудолюбие, упорство и научная смелость таких, как вы, людей, позволяет нам с уверенностью смотреть будущее. Я убежден, что нам по плечу любые задачи и вызовы. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Государственную премию коллектив ученых-историков получил за фундаментальное издание археологическую карту Чувашской республики. В ней нашли отражение все известные археологические памятники, выявленные учеными и краеведами с середины 19-го до начала 21-го веков. Авторы составителей Евгений Михайлов, Борис Каховский, Николай Мясников, Наталья и Александр Березиным. В недрах Чувашии почти нет полезных ископаемых, зато исторических памятников сколько угодно. За 150 с лишним лет наши ученые провели на территории республики множество раскопок, которые подтвердили интересные и порой невероятные теории. Знаете ли вы, что самое раннее из найденных поселений относится к ледниковому периоду? Самый древний памятник на территории Чувашской республики датируется примерно 12-14 тысяч лет. Это эпоха финального палеолита, то есть это конец ледниковой эпохи. Это время, когда еще жили мамонты, и в этот период под городом Цивильском, где-то примерно в одном километре от него, в местечке Шолма на горе нами найдена стоянка охотников того времени. Это интересная эпоха тем, что мы можем увидеть первых людей, заселявших нашу территорию. Еще одно важное открытие, сделанное в 60-х годах прошлого века Василием Каховским, чебоксары как минимум на 230 лет старше своего официального возраста. Мы считаем по первому летописному упоминанию, между тем материалы раскопок свидетельствуют, поселение городского типа существовало на берегу Волги уже в 12 веке. Эти и другие факты такого непредсказуемого прошлого можно узнать из археологической карты Чувашии. В Чебоксарах продолжается реконструкция московской набережной. Качество строительных работ сегодня отправился проверить и глава Чувашии. Оценивать новый облик набережной Михаилу Игнатьеву помогали и горожане, и гости столицы. Подробности у Дмитрия Ковалева. Фортепианная мелодия на фоне живописного волжского пейзажа теперь будет звучать каждый уикенд. Московская набережная прежде всего должна стать центром культуры. Мои артисты будут играть и желающие подойти к фортепиано смогут поиграть тоже. Вот скамейки здесь поставили, ну так оформили, по-моему неплохо. Там вот цветочную фигуру тоже поставили как начало. Первый этап благоустройства завершен. Там, где раньше была сплошная проезжая часть, обустроили пешеходные бульвары, велодорожки. Любители этого вида спорта уже облюбовали новую трассу и теперь приезжают сюда тренироваться. По городу мы подсчитывали, всего нужно велодорог, ну где-то 250 километров должно быть, чтобы они были все соединены, все микрорайоны. В таком формате нормально? В таком, в таком, да. Именно вот так. Это чтобы мы все могли ездить на работу вот именно на велосипеде вместо машины. Глава республики признается, что в последнее время и сам предпочитает кататься на велосипеде именно здесь. В отдельных случаях с работы отсюда возвращаюсь. Ну а вам-то как трасса? Я думаю, вы у них спросите. Вы слышали шум, да? Слышали, они сказали, отличная трасса. Шум. А потому что луча пока нету? Катающие все есть. Пожалуйста, к ним подходите, спросите, они вам скажут. Гладкий, ну, нет шероховатости всяких. Ну, там еще ямы есть на некоторых местах. Тут гладкий такой, хороший асфальт, ровный. Прямая. Тут нормально тренироваться не получится. Ну, тут для машины нормально получается дорога. Скамейки добавили вместо старых бетонок. Уютнее стало. Уютнее. Место больше стало на этой дороге. Тут там раньше машины ездили. После реконструкции набережная стала своеобразным спортивным комплексом. Здесь обустроили площадки для пляжного волейбола и тренажеры для воркаута. Поклонников этих видов спорта в столице региона за последние годы прибавилось. Иван Сизев приехал в Чебоксары из Комия. Говорит, что город заметно похорошел. Мне очень нравится. Тут атмосфера, как на юге, как будто. То, что радует, это велосипедные дорожки, знаете. В Сыктывкаре у нас вообще ни одной дорожки нет. А тут их много. И на велосипеде, вот, катайся, не хочу. Благоустроили и пляжную зону. Для отдыхающих проложили удобный спуск. Установили новые шезлонги, душевые кабины. Здесь тоже отвод воды сделали. Вода уходит. Отойдите, я проверю. Давление хорошее? Хорошее. Ну, достаточно, это нормально. Нормально. Нужно включить. Самое главное, чтобы пользовались. Позаботились и о безопасности. За набережной круглые сутки следят пять видеокамер и спасатели. Поставили шлагман тоже вначале. Минимизируем въезд. Но вообще практически всем запрещаем. Вот сейчас только заезжали те, кто ведет строительно-монтажные работы. Впереди второй этап работ. Необходимо благоустроить полутора километровый участок набережной. В бюджете на эти цели заложили более 200 миллионов рублей. Через две недели здесь намерены обустроить и вход в подземный город. Этот архитектурный комплекс должен украсить набережную столицы, которая уже готова к наплыву отдыхающих. Дело за погодой. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Пятый юбилейный молодежный форум ПФО «Иволга» продолжает свою работу. На Мустрюковских озерах в Самарской области представляют свои социальные проекты более двух тысяч талантливых молодых людей. В их числе оказались и наши коллеги. Для любителей походной романтики это место – настоящий рай. Даже несмотря на постоянные проливные дожди и холод. Ведь каждый нашел свой способ борьбы со стихией. В этом году я привезла свой матрас, и он очень хорошо спасает. По крайней мере, еще и при этом мягко спать. Я привезла с собой на всякий случай шапку, на случай, если очень холодно будет, ну и шерстяные носки. Все очень просто. Когда дождик, я одеваю дождевик, а греюсь ночью, как в палатке под спальником. Здесь развернуты десятки палаточных городков. В них ребята живут и готовятся к самому главному – защите проектов. 20% из них уже прошли в федеральный этап. В финале окажутся самые лучшие идеи. Призовой фонд в этом году составил 11 миллионов рублей. Тема моего проекта – разработка единого портала, при помощи которого абитуриент сможет подать заявление по всей России. Я получил качественную оценку, по результатам которого необходимо доработать проект и продолжить его развитие. Сюда я приехал на форум с предпринимательским проектом «Ремонт смартфонов». Если получу грант, то реализую свой проект. Если не получится, то продолжу действовать в этом же направлении и приеду на его господи в следующем году. На площадках смен, а их 10, проходят лекции, дискуссии, мастер-классы от именитых экспертов. Действующие и начинающие политики, предприниматели, экологи, спортсмены получают здесь бесценный опыт. Для медийщиков также подготовлена эксклюзивная программа. Постарались предусмотреть все направления – это журналистика и пиар, и создание видеоконтента, текстового контента. Стараемся соединять теорию и практику. У нас и многие эксперты приезжают с какими-то своими интерактивами, ребят заряжают. Параллельно у нас работает конвергентная редакция, мы издаем и газету, и делаем ролики, сюжеты. География форума заметно расширяется. В этом году на Мострюковских озерах собрались представители со всей России и 20 стран мира. В их числе Китай, Франция, Сербия, Украина. Чувашию представляют более 80 участников. Я уверен, что многие ребята из тех, кто есть на форуме, даже если бы они не победят, очень вероятно, что они все равно останутся активистами и будут реализовывать свои проекты. От нашей республики в федеральный этап уже прошли 12 проектов. Татьяна Филатова, Елена Савастова, Самарская область. Несмотря на дождливое лето, готовить корма на зиму все же надо. А сейчас в районах республики идет покос многолетних трав на сено. Небольшой перерыв между дождями. Трактор выходит в поле. В хозяйстве Тагеева 500 гектаров многолетних трав. Сейчас в полях работают все 6 тракторов. Но кроме дождей есть и другие проблемы. Как везде, кадров не хватает. Трактористов, доярок. В Марпасадском районе сейчас скошено 210 гектаров. Всего же необходимо убрать 3,5 тысячи. Уборку сдерживает погода. Но несмотря на нее, по словам главы администрации Анатолия Мясникова, все хозяйства готовы в удобное время выйти на покос. Не успеваем в связи с погодными условиями высушить траву, то есть сено. Поэтому по поводу сена будем ориентироваться на другие периоды. Значит, на сегодняшний день, помимо всего прочего, у нас имеются запасы кормов, которые еще остались с прошлого года. В республике к заготовке кормов приступили в 18 районах. Темпы пока не оправдывают ожидания. Около 200 тонн высушено сено, но это очень мизерные объемы. Скажем так, произведенный силос и сенаж, к сожалению, не так много. По сравнению с прошлым годом мы отстаем почти в 20 раз. По показателям кормозаготовки. У нас только многолетних трав, около 100 тысяч гектаров в общей структуре посевов. Поэтому на сегодняшний день всего скошено около 5%. Это совсем мало. Поэтому в ближайшее время предстоит нам всем, это глава муниципальных районов и руководителям хозяйств, понимая всю ответственность происходящего, надо сплотиться. Какая бы погода ни была, мы должны найти условия и технологию выстроить, так и заложить корма мы обязаны. Качество кормов напрямую сказывается на количестве произведенных мяса и молока. Однако в ближайшие 10 дней синоптики обещают дожди. А значит, сельхозтоваропроизводителям придется приноравливаться к погоде. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Накануне вечером в столице Чуваше произошла авария. Водители на марке при движении по улице Гагарина в сторону Мегамола не справился с управлением и вылетел на тротуар со стороны памятника Юрию Гагарину. Пострадал полуторагодовалый мальчик. К счастью, в больнице медики диагностировали только ушибы. Что касается водителя, у него при себе отсутствовали какие-либо документы. Автомобиль якобы принадлежит его брату-военнослужащему. По данным экспертизы, водитель был трезв. Сейчас дополнительно проводится освидетельствование на наркотическое опьянение. Со слов водителя авто, на перекрестке со встречного направления перед ним появилась легковушка. Заметив помеху, он вывернул правее и вылетел на тротуар. При этом молодой человек, сидевший за рулем, утверждал, что скорость у него была не более 70 км в час. Но только очевидцы утверждали обратное. По их мнению, скорость водителя была не менее 100-120 км в час. В Чебоксарах в жилом доме по улице Университетская прогремел взрыв. ЧП произошло около 17.30. К этой минуте известно, что взрыв произошел, когда в одной из квартир на четвертом этаже пытались распилить сейф. В результате происшествия одного человека госпитализировали с ожогами второй степени. По неподтвержденной информации, отец пострадавшего умер пару месяцев назад. После него и остался сейф. У отца когда-то было ружье, а в сейфе он, скорее всего, держал порох, сообщает портал на связи. Ушел из жизни основатель Чувашской школы спортивного плавания Ростислав Надеждин. Первый в Чувашии заслуженный тренер по плаванию воспитал более 100 высококвалифицированных спортсменов, в том числе победителей всесоюзных соревнований. Свой путь в большой спорт Ростислав Надеждин начал с лыжных гонок. В 35 лет он с легкостью выполнял нормативы мастера спорта СССР. В 1962-м Ростислав Гаврилович возглавил детскую юношескую спортивную школу в Марпосаде. Позже, в 1967-м, в республиканскую школу плавания «Спартак». Он неоднократный чемпион Чувашии и России по плаванию, водному полу и лыжным гонкам. Еще два года назад в Казани на чемпионате мира по плаванию 84-летний Надеждин стал бронзовым призером на дистанции 50 метров, бутерфляем среди ветеранов. Прощание с Ростиславом Гавриловичем состоится в среду 21 июня с 10 до 13 часов в зале ритуальных услуг по улице Гражданской, 19. Первые участники детского хора России приехали в Чебоксаро. Утренним поездом прибыли ребята из четырех регионов Москвы, Ярославля, Пскова и Чечни. В ближайшее время ожидаются и остальные участники, а те, кто уже приехал, времени зря не теряют. Репетируют прямо на перроне. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Будем петь песни, ну, вполне известные всем. Об этих песнях знают все, то есть, например, даже с чего начинается Родина, широка страна моя родная. Они все безумно красивые, понимаете, когда сливаются еще тысячи голосов, и когда они еще разливаются на многоголосе, это безумно красиво. Напомним, выступление сводного детского хора России Чуваши состоится в День Республики. Гимн России и Чувашской Республики. Чувашская народная песня «Жаворонок» тысячи голосов исполнят 12 композиций под руководством Марисы Еклашкина. Встретили Екатерину Великую, пережили нашествие войск Пугачева и погуляли на ярмарке. Все это жители и гости Марпосады успели за прошедшие выходные. Там в необычном формате провели Акатуй. Здорово, соседушка! О, сед ты за работой! Что делаешь, милая? Да хозяина в дорогу собираю! Историю Мариинского посада местные жители слышали от бабушек и дедушек, учителей в школе. Но, как известно, лучше один раз увидеть. Так подумали организаторы праздника Акатуй. Они поставили беспрецедентное театрализованное представление про развитие города. Сцены стал берег Волги и сама река. Вот быт рыбацкой деревушки, а вот издалека бурлаки тянут против течения тяжелое судно. В 1762 году город встречал Екатерину Великую, которая путешествовала по Волге. Как отметила императрица, места эти славились ремесленниками, успешно шла торговля. Так прошли и 10 спокойных лет. А потом пришла беда. Войска Пугачева, двигаясь в сторону Цивильска, разорили село. Прошли годы, село восстановилось. А в 1856 году по инициативе группы купцов из одобрения Александра Второго стало городом, который получил имя царской супруги Марии Александровны. Представление отменно отличное. Вы знаете, вот эти вот одеяния из деревень, там все пришли. Вы знаете, вот изнутри все задело. У нас в сундуке у матери тоже есть и холчевые платья. Вообще, у нас есть тонок такой, который раньше бабушки ткали дома. Вы знаете, вот это до слез. Честно скажу, присутствовал на всех репетициях, но я потрясен тем, что сегодня произошло. Потому что все, 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 кто присутствовал на этом празднике, сказали, что это просто великолепно, просто замечательно. Я очень благодарен всем сельчанам, горожанам, которые принимали здесь участие. Очень замечательно, как будто вернулись в историю своего любимого, дорогого города, который мы очень любим. И гордимся, что мы жители города Мариинский посад. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Сергей Адушкин. Республика. Сегодня в Чебоксарах в микро-районе Садовый открылся второй корпус детского сада номер 203 Непоседа. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 340 малышей, и на этой неделе здесь появились первые воспитанники. Новоселье – это всегда праздник. Детский сад строился почти три года. В уютном дворе игровая зона с песочницами, качелями и горками. Само здание отличается высокой функциональностью и продуманной структурой. Специалисты считают архитектурный проект одним из лучших. В этом убедился и глава республики. Здесь нашлось место для бассейна, залов для занятий музыкой и спортом. Предусмотрены медицинские блоки, кабинеты логопеда и психолога. Из республиканского бюджета на это было выделено 140 миллионов рублей, а из муниципального предоставлено более шести. Детский сад планируется полностью укомплектовать до 1 сентября 2017 года. Мы детей начнем принимать с 3 июля, а до этого они будут приходить уже с завтрашнего дня просто для знакомства на час, на два. Мы начали уже принимать педагогов и младших воспитателей. Здесь просторно, светло и уютно. Маленькие обитатели за считанные часы успели обжиться в новом пространстве и, кажется, в восторге от всего происходящего. Мне здесь очень нравится, и тут красиво, и много игрушек. Дети и родители с удовольствием разглядывали новые спальни и игровые комнаты. Мы очень рады, что наконец-то наступило наше долгожданное открытие нашего садика. Мы очень этого ждали. Я мама троих детей, у меня дочка младшенькая, нам три с половиной года. Самыми счастливыми в этот день все же были родители. Они говорят, что детский сад Непоседа можно по праву назвать лучшим в городе. Рифат Фадкулин, Олег Якимов, Республика. Отметим День Республики вместе. 23 июня с 17 до 18 часов национальная телерадиокомпания «Чувашия» приглашает жителей и гостей Чебоксар на Красную площадь. Зрители ждут конкурсы, подарки, любимые песни и ведущие таван радио на главной сцене столицы Республики. А также мы подведем итоги фотоконкурса «Я живу в Чувашии». И полезная информация в конце выпуска. Каждому из нас раз в месяц приходится оплачивать различные квитанции за квартиру, детский сад и школу, за электричество и газ. Как это сделать быстро, смотрите в нашем следующем репортаже. Я с вами прощаюсь. До свидания. Лариса Розумовская каждый месяц получает шесть разных счетов. Раньше она стояла в очередях на почте или в отделении Сбербанка. Вот и сегодня Лариса с большой кипой квитанции остановилась у банкомата. Здравствуйте. Вам нужна помощь? Да, хотелось бы оплатить. Что оплачиваем? Квартплату. Давайте оплатим. Заходите, пожалуйста. Платежи, переводы. Затем надо выбрать разделы ЖКХ, квартплата. Выбираем организацию и набираем лицевой счет. Проверяем сумму и оплачиваем. Ваш платеж прошел. Напечатаем чек. Сейчас подождем чек и возвращаем карту. Для вашего удобства у нас есть флайеры. Для того, чтобы вам не носить всегда с собой квитанции, вы можете просто заполнить и уже слайды приходить к нам. В Сбербанке заметили, что часто приходят клиенты записанными на бумажке лицевыми счетами. Чтобы людям было быстрее и удобнее и был разработан специальный флайер. Мне понравилось, потому что не надо носить лишние квитанции, собирать их за садик, за квартиру, а постоянно брать с собой флайер в платежный период. Подходить к банкомату, к терминалу и начать. У нас со всеми основными организациями, прежде всего управляющей компанией МТСЖ, договора заключаются с предоставлением информации о размере начисления текущих. И когда клиент приходит, допустим, с тем же флайером, где у него записан ИНН управляющей организации, лицевой счет, соответственно, он вводит все эти данные, и клиенту отражается текущее начисление, то есть текущая задолженность. Соответственно, ему не надо даже помнить, что у него в квитанции, ну, только разве что для сверки. И, соответственно, он может оплатить уже регулярный, точнее, текущий на данный момент платеж. Кроме того, оплатить все квитанции можно с помощью Сбербанка онлайн. Сейчас активно развивается и услуга автоплатеж, когда регулярные платежи списываются автоматически с карты, а контролировать их можно через СМС-сообщение от банка. Еще одно нововведение. На квитанциях появился двумерный код или QR-код. Если поднести квитанцию к считывателю, то терминал формирует платеж, и оплата пройдет быстро и без ошибок. КОНЕЦ